вот такие вот у нас труба полицейские 5137 есть огромная парковка туреала торговцентреал есть парковка все как люди стоят на парковке а полицейские нас особенные они встали на тротуаре прям чтобы поближе к входу им было мы видим удобно так сейчас вызовем на них полицию россия не подскажите адрес здания этого спасибо звоним да здрасте на юризанское шоссе дом 55 торговый центр риал машины патрульно-постовой службы неправильно припарковано около торгового центра без проблесковых маячков номер r5137 на тротуаре на тротуаре припарковано но откройте правил дорожного движения и посмотрите что значит на тротуаре на тротуаре она припаркована р-5137 50 нет r51 30 до торговый центр реал фамилии там очень на машине написано какое-то отделение? МУ МВД Люберецкая написано МУ МВД России Люберецкая Московская область а марка машина? ВАЗ Хантер да это получается почти рядом со входом в торговый центр который ближе к Новоризанскому шоссе не за реалом это на Варизанскому шоссе не за реалом а на парковке там? около входа в торговый центр хорошо все спасибо нет у нас 2231 вызвали ожидаем сотрудников ждем вот мы ждем прошло уже 10 минут где-то вот я заметил даже что вот ремень у сотрудников полиции вот так пристегнут за спинкой кресла значит они вообще не пристегиваются ну не знаю зачем они так делают ну ладно подождем их будем ждать пока не придут вы водитель этого автомобиля? да, совершенно верно вам корона не жмет так парковаться? корона? да ну почему вы считаете то что вас граждане должны обходить? в смысле здесь что проход? здесь проход здесь здесь проход вы знаете что такое тротуар? а? что такое тротуар знаете? знаю вот это необходимое знаете такое? да знаете даже 3.1 ПДД что во время 3.1 ПДД во время служебной необходимости что у нас сделать? я вам еще объясняю здесь опорный пункт полиции круто вам нарушать можно когда? когда включены мигалки ну включите вот как ваша фамилия? фамилия? фамилия фамилия ваш как? не обязан? окей жалобу на себя уже получше не пристегнутый не пристегнутый молодец не обязан нормально встать не позволяет да совесть? пункт 5 пункт 5 5 статьи закона о полиции выполните полицейский обращение к вам обращение при обращении ограждения что у нас сделать первое? представиться назвать свою должность, звание и фамилию сержант Макушин полицейский водитель сержант чего? сержант в Котельников в Котельников да? конечно ну замечательно поймите принимать обращение согласно 736 приказу я не принимаю я не участковый я водитель ну и что? в дежурную часть обращаюсь в 836 приказу любой сотрудник полиции 736 приказ идете в дежурную часть и там пишете заявление нет вне территориальных отделов полиции по 14 пункту короче вы отказываетесь? нет? отказываюсь конечно все давайте нагрудный знак ваш где? участковый молодец и он опять встал через жопу вот без ремня вот его попросили встать нормально вот место почему нельзя встать было на это место проехать 3 метра а потому что зачем? в машинах полицейских должны через жопу стоять постоянно да? ведь гражданчик ему бабки платит за то чтобы он так стоял да? что звони опять за ремень будем им писать я сам а? беспредельничают сотрудники полиции Макушин он сказал его фамилию я не понял пусть будет Макушин в парк на полуше в полуше в полуше что это выключение распределивается не подставается отражает что они попрощены они прожилили Добрый день, я вот сейчас нахожусь на Новоризанском шоссе, дом 5. Это, получается, торговый центр «Реал». Тут до этого уже вызывали 112. Получается, тут автомобиль полиции стоял на тротуаре, с нарушением ПДД, без включенных спецсигналов. Видимо, там водителю доложили. Автомобиль госномер Р-5137. Вы хотите оставить жалобу на сотрудников? Да, да, да. Или просто сообщение оставить? Мы хотели бы и жалобу, и сообщение, чтобы как-то приняли меры по отношению к нему. Фамилия, имя отчество ваша. Ваша жалоба принята, вы будете уведомлены по вышеуказному адресу о принятом решении. Хорошо, а номер можете искать в жалобу? Номер мы к телефону не даем, вы можете подъехать на Никитский переулок, дом 3, в любое для вас время, с паспортом до следующей личности, и мы вам скажем номер жалоба. Хорошо, спасибо. До свидания. Здравствуйте, всем могу вам помочь. Здравствуйте, вот смотрите, какая ситуация. Мы вот только что зафиксировали, как машинка стояла на тротуаре, а потом водитель не пристегнутый, получается, отогнал ее там на 20 метров в другое место. Мы сейчас находимся на Новоризанском шоссе, дом 5, там, где торговый центр Реал, на парковке перед ним со стороны Новоризанского шоссе. Вот. Что бы нам делать-то? Хотелось бы, чтобы подъехали сотрудники ГИБДД и привлекли человека к ответственности, к административной. Это вы про какую машину говорите? Про ту же самую, про полицейскую. Мы же вот суда. Они вообще сейчас находятся, они там задерживают какого-то человека. Они могут не пристегиваться из-за этого, что ли, или что? И машина стояла на тротуаре без проблесковых маячков. Иначе мы не обратили внимания на это. Хорошо, что сейчас подъедет, Саш. Ага, хорошо. Полицейский. Здравствуйте. Можно вам обращение сделать? Включайтесь. Представьтесь. Я прощаюсь. Зачем вы меня спросите, если есть пятый пункт, пятая статья законной полиции? Там написано, что по первому требованию гражданина мы им представляемся. При обращении. При обращении, просто при обращении. Я вам поясняю, что я участковый полномоченный контрактной полиции Улитин Виктор Викторович. Звание майор. Виктор Викторович, смотрите. Такая ситуация у нас произошла с вашим, как я понимаю, водителем. Мы зафиксировали, собственно, как машина данная стояла на тротуаре. То есть вон там. Не знаю, какая была служебная необходимость ее там ставить, но маяки не были включены, значит, это было нарушение ПДД. Соответственно, вызвали 112, то есть все оставили галобу. Вот, видимо, не знаю, сообщили об этом. Да, зарегистрировал, конечно, сейчас сюда еще, наверное, приедет ГИБДД, чтобы оформить его за ремень и за тротуар. И он, собственно, начал отгонять транспортное средство, не пристегнутый. То есть отогнал его вот сюда. Я не знаю, вот, как вы думаете, это нормально, да? Вот тут место есть нормальное. Разметка. Разметка, да, по разметке. Все люди, как люди. А вот он вот так вот встал. Это нормально по вашему? Ну, я думаю, что эта разметка не является обязательной по правилам ПДД. Потому что это территория частная, и собственники территории разведлили так, как им понравилось. Ну... Если вы можете это воспорить, пожалуйста, без моего видео, спорюйте. Я так не думаю. Это мое мнение, конечно. Вы высказили мне мое мнение, правильно? Хорошо. Я его озвучил. Что вы еще хотите по данному поводу узнать? Ну, я хотел бы, чтобы вы ему пояснили, что все-таки обязан нам представляться. Я ему не руководитель, уважаемый. Нет, не руководитель. Не руководитель, да. Поэтому ему будет писать руководитель. Хорошо. Значит, ваши... Вы подводили, правильно? Да, да. Вы сообщение зафиксировали? Да. Так раз. В этом будет поднята проверка, в любом случае. Вы свои контактные данные оставили там? Да, конечно. Там милия миловишься, правильно? Да. Все прекрасно. Ваши мы создавшие вызовы, поэтому мы уезжаем. Хорошо? Угу. Давайте, давайте. А еще он отказался принимать обращение. Еще он отказался принимать обращение согласно 736-му приказу. Но, к сожалению, он неуполномочен на это. Неуполномочен? Политетский водитель, да. Ну, ладно. Всего доброго. До свидания. Да. Опять не пристегнулся. Оба не пристегнулись. А еще и перевозка не пристегнутого пассажира. Какие замечательные у нас полицейские. Вот так же, как их снимает камера. Они пытаются. Одним пытался пристегнуться, а второй нет. Отлично. Мы пойдем в сторону, но все равно туда. Угу. Так вот полицейские у нас выезжают. Ты вот забрал? Так вот полицейские у нас уезжают. Оба не пристегнуты. Второго вообще ремень за подголовник аж задет был. И он, собственно, так и остался за подголовником. И они отлично по разметке, по знакам. Ну, они, правда, исключены мигалкой, которая одна у них не горит, правда. Вот. Уезжают. Удаляются. Не дождавших приезда сотрудников ГИБДД. Ну, ладно. Что уж то. Что я буду на их совести. А мы сейчас еще оставим обращение по поводу второго не пристегнутого. И перевозки не пристегнутого посаживаю. Ай. Как же они исправятся-то? Господи. Господи.